Два вида развлечения добра Можно сначала продолжить рассуждение по поводу два вида развлечения добра. Одно понимается как некое сущее благо, то, что приписывается Богу, приписывается бытие, что бытие есть благо, вот есть некое сущее. У меня до сих пор имеется в своей голове, это как? Два вида развлечения добра. То есть есть две пары. Добро и зло. По смыслу две пары. Одно относится к развлечениям благо и зло, где зло понимается как недостаток блага. И вот это понимание благо как чего-то сущего относится к пониманию блага как бытие. Ведь у нас же небытия нет, и поэтому есть только разные степени бытия. И благо понимается тем способом, что вот есть некая интенсивная степень бытия, да, вот где-то там, как вот мы говорили там, допустим, в метафоре центра и периферия. В центре интенсивность бытия максимальная, а как бы она периферия, она все меньше, меньше и меньше. И вот в относительном смысле периферия, она приобретает вот это вот относительность зла, да. То есть она становится как бы злым в том смысле, что там меньше бытия, чем в центре. Это вот первое понимание, развлечение благо и зла. Но на самом деле просто слово благо, оно взято из старославянского языка, оно там точно так же означает тот же смысл, что и добро. Но просто удобно использовать слово благо для того, чтобы вот различать, да, вот благо как нечто сущее, да, как то, что относится к бытию. И другое понимание добра, которое относится просто к этике. Потому что когда мы говорим про добро и зло в этике, то тут добро и зло поднимается в смысле поведения человека, в смысле того, что человек определяет свою волю к определенному роду поступкам. И одно определение более называется добрым, а другое определение называется злым. И вот это вот существенно два различных смысла. Между ними есть некоторого рода смост естественным образом, да, потому что если мы определяем, что добро есть намеренность воли причинить другому, точнее доставить другому пользу, да, а... Ну, подожди, польза это уже третье что-то. Ну, смотри, для того, чтобы что-то определить, надо действительно взять нечто третье. Нельзя же добро через добро определить. Мы говорим о том, что вот нам понятно, что такое польза и вред. Ну, просто безотносительно даже этики. Одно нам приносит пользу, другое нам вредит. Да... Мне кажется, все-таки это третье. Блак, я, знаешь, что бы предложила? Смотри, вот то, чтобы ты назвал благом, можно назвать благом, ну, можно так вот сейчас различить. Есть добро само по себе, это то, что вот бытийное, да, добро. Есть добро, которое лучше было бы назвать одобренным. Вот. Это и есть этическое добро. Потому что оно одобренное либо со стороны общества, либо со стороны некоего там высшего субъекта, там, Бога. Вот. Ну, и третье, это польза, это же другое там совсем. То, что одобренное, оно может, конечно, и определяться, как приносящее пользу. Но не обязательно. Понимаешь, этическое добро, оно не обязательно приносит пользу. Его через пользу... Это все понятно. Нет, нет, это не трудно. Просто любое добро, если оно добро, оно является пользой. Нет. А как? Ну так, может быть, добро, которое не приносит пользу. А приносит даже, кажется, вред. Пример в студию. Да. Потому что, допустим, врач, ну, вроде как он режет там, да, и приносит, как бы, какой-то частичный вред, да, организму. Но, тем не менее, он спасает весь организм, да, и получается, что приносит все равно пользу. Даже непосредственно в своих действиях осуществляя некий грех, да, нанося раны, это телу, да, он, тем не менее, приносит общую пользу. Мы понимаем, что здесь, что в этой конфигурации польза перевешивает всякого рода вот такое временное, неудобственно временное. Ну, ты знаешь, не всегда можно судить об этом однозначно, там, приносит ли это пользу, там, сейчас или потом, даже если это кажется вредом. Если взять войну, там, да, человек воюет, там, убивает своих врагов. Вопрос в том, что ты не понимаешь, вопрос не в том, чтобы сейчас взять и все поступки, все события, все действия развести на добро и зло. Вопрос в том, чтобы дать определение. Пусть мы не можем сказать, что такое польза или вред в данном конкретном случае, но есть понятие пользы и вреда, которые понятны, в свою очередь. Да, я не хотела бы вообще добро через определение пользы или вред, вообще их связывать бы не хотела. Не знаю почему. Мне кажется, если мы свяжем вот эти вот понятия, то мы потом запутаемся больше, чем если мы сейчас подумаем. Нет, ну, Ладжи говорит как, вот он одно дал, скажем так, одну дал ситуацию или ракурс, или сцену, исходя из которой определяется добро, вот эту антологическую. Сейчас он дает вторую, ну, можно даже назвать в каком-то смысле экономической, экономика мира. Такая вот, как бы, мир должен перерастать пользой. Вот, и отсюда определяется добро. Добро определяется как намеренная польза. Вот. Зло определяется как намеренный вред. Соответственно, тут не только польза или вред, тут еще важно намерение. Не, ну, сама польза и вред, она может быть и ненамеренной, да, то есть, правильно, но только... Но она, сама польза и вред, ненамеренной, не лежат в плоскости этики и не имеют отношения добро. Да, они существуют, существуют случайные пользы, да, существуют случайные вреды. Это никакого отношения к добру и злу не имеет. Добром и злом какой-то определенная польза и вред становится только когда появляется намеренность некой воли. Только когда есть вот осуществление воли, да, или намеренность воли, тогда мы говорим о том, что вот этот польза и вред становится добром и злом, соответственно. То есть, здесь не так получается, что все отождествляется, что добро это всегда польза там, а... Не, 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 не отождествляется. Более того, как в первом определении вот этом онтологическом существовала асимметрия между добром и злом, состоящая в том, что добро, благо, бытие есть, зла фактически нет, зло это всего лишь недостаток. Благо, существует асимметрия. Точно так же и в этом определении асимметрия существует. Если разобраться, потому что оказывается, что, ну вот ты правильно заметила, непонятно, что есть польза, что есть вред. Вот, можно сказать, что есть субъективное понимание пользы какой-нибудь, да, или вреда, есть объективная польза или вреда. Неизвестно нам, да? Почему ты на меня смотришь всегда в таких моментах, когда все не так понятно? Вот. Значит, и для того, чтобы совершить добро, нужно намеренно принести объективную пользу. Ну, нужно намеренно принести пользу, чтобы эта польза была не только субъективной, с твоей точки зрения, пользой, а чтобы она вот как-то оказалась и объективной пользой. А чтобы совершить зло, достаточно совершить намеренно субъективный вред. Достаточно того, что ты со своей субъективной точки зрения будешь считать, что приносишь вред. И к этому стремиться. Даже если это обернется пользой. Даже если это обернется пользой. Да. Я частью силы, что вечно желает зла, больше вечно творит добро. Именно так. Вот. Только добро и зло надо заменить в этой фразе на пользу и вред. Вот. И получится, что это, да, Мефистофель. Причем самое интересное, что между... Ну, как-то скучно, да? Мне не хочется с ним соглашаться. Ну, как-то здесь все слишком математически выглядело. Нет, смотри. Ну, это же определение. Что вы хотите? Естественно, когда мы дойдем до... Ну, здесь вот эта асимметрия. До конкретных примеров возникнут многие разные проблемы. Да. Не хватает какого-нибудь третьего еще определения? Нет. Просто польза еврея... Третьего. Между этими двумя определениями существует связь. Эта связь состоит в том, что польза еврея, конечно же, определяется через вот это вот сущие влага, да? Ну, да. То есть первое определение добра и зла, оно как раз и лежит в основании того, что мы определяем как пользу еврея. То есть вот это то, как Антон сказал, объективное понимание пользы еврея. Хотя существует естественным образом и субъективное понимание, да? И оно уже не опирается на вот эту вот объективность понимания того, что является пользой еврея. Да, каждый человек еще может сам расставить вот эти вот значения, да, того, что он будет считать вредом, и что он же лично будет считать благом. То есть что он будет считать пользой точнее. Именно из-за этого возможны вот перекосы в этике, да? Как бы человек может, как ему кажется, этически преследовать цель принести какое-то добро, а на самом деле у него просто основание неверное, да? Вот это понятие пользы и вреда у него искажено, и он фактически просто несет вред. Ну мало, допустим, в этой связи привозили пример в свое время нацистов и так далее. Многие из них, ну, можно считать, что там, ну, на самом деле верили, да, что они, как бы уничтожая каких-то там каких-то людей, они приносят пользу тем самым, что, как бы, паразитов уничтожает, да, мы уничтожаем на полях там дома паразитов. Вот так же они паразитов уничтожали на земле. Может быть, он искренне в это верил, да, и как бы считал, что приносит огромную пользу. Но мы понимаем прекрасно, что это не так, да, что мы понимаем, что у него просто система ценностей искажена. Из этого смысла мы вот говорим о системе ценностей. И получается, на самом деле, что вот эти два определения у них имеют общий мостик, да, ну, самое главное, что просто их различать. А какое-то время, вот мы когда обсуждали добро, мы их не различали. И у нас иногда получалась странная как-то вещь, да, как определить, что такое там польза еврея, было непонятно. Теперь понятно, что если мы предполагаем о том, что ведь существуют различные понимания того, что значит быть. Причем это понимание различное существует не в смысле субъективности, а в смысле объективности, да. Например, быть камнем, быть и животным, да, там, быть человеком – это разное понимание слова «быть». Камень, но не живой там. Живот – это человек живой, да. Человек имеет разум, да, он имеет какие-то цели, а животное, допустим, оно неразумно. Оно не может… Ну, если и может оно преследовать цели, то как-то инстинктивно. То есть вот есть какая-то градация бытия, что есть на самом деле иерархия. И что, если мы переходим к пределу, то есть какое-то высшее благо. И вот это вот высшее благо, то, что обычно принято называть абсолютным или Богом, оно как раз и определяет всю вот эту иерархию бытия, да, и указывает каждому свое место. Тут самое интересное, что вот когда мы определяем благо как сущие, ведь мы ведь фактически просто используем естественное понимание, что быть – это благо, да. И что смерть, допустим, это злод, потому что это вред. И, соответственно, болеть, допустим, это вред, быть здоровым, радоваться жизни – это благо. Более комфортной жизни – это большее благо, чем, допустим, жизнь бедная, нищая и так далее. То есть вот здесь просто есть интуитивное понимание того, что вот в бытие есть некое благо. С другой стороны, опять же, есть интуитивное понимание того, что все стремится к бытию. Ну, лучше всего это, конечно, рассматривать на примере живых организмов, потому что трудно говорить о камнях, что они стремятся к бытию, хотя Аристотель так говорил. У Аристотеля все стремится к благу, в смысле бытия. А животные, они стремятся, да, животные, растения стремятся, чтобы выживать, или животные стремятся как бы самосохраниться, прежде всего, как один организм, а во втором смысле, как вот, как ротники, да, там, как бы продолжить себя дальше. Точно так же и люди стремятся самосохраниться, да, и они стремятся к жизни, стремятся к жизни отдельного организма, и стремятся к тому, чтобы и рот был продолжился, да, там, и чтобы не просто стремятся к какой-то абстрактной жизни, да, как вот, например, это живут животные, они просто живут, и этого достаточно. А люди пытаются свою жизнь интенсифицировать, да, они пытаются, там, что-то делать, чем-то заниматься, как бы, что-то выстраивать в своей жизни, там, допустим, занимаются искусством, каким-то, там, философией, какими-то, там, практиками и прочее. Очень все эти определения окажутся вполне естественными для того, чтобы просто с ними работать и двигаться в понимании того, что представляет собой этика. Ну, здесь вот, просто в связи с этим, с тем пониманием вот этих определений, вот, можно было бы просто разобраться с чем-то, что такое неоплатонизм. Говорили, говорили, добро, благо, а теперь неоплатонизм? Не, ну, просто можно двигаться, попытаться дальше. Давай про неоплатонизм, давай. А что там неоплатонизм? Давно собирался, давно грозился рассказать про... Просто, видите, на вершине, на вершине любой системы, да, так уже устроено, стоит какое-нибудь благо. Почему благо? Потому что все, что такое благо на самом деле, да? То есть, фактически, это ведь некое слово, некий предикат, да? На самом деле, речь идет о цели. Все стремиться должно к некоторой цели. Когда мы говорим про то, что на вершине некой антологии стоит благо, мы имеем в виду, что просто вот это есть та цель, к которой стремятся все сущие. Когда Алисторий ставит на вершину благо, или Платон, или Гегель, не важно, на самом деле. Просто для всех это является некоторой целью. И именно в силу того, что она является целью, то, к чему стремятся, является благом. Потому что благо это же некий предикат. Не само по себе благо сущие, а то, что является сущим, называется благом, потому что к нему стремятся. Так вот, если в этом аспекте рассматривать философию неоплатоников, то там возникает странно. У них на вершине этой всей пирамиды мира стоит единое, ну или лучше переводить как одно. У нас принято переводить как единое, ну, на самом деле, дословно, как вот этот термин, хен, он означает одно. Так вот, если... У нас чуть ли не через черточку писали, единое всегда, там, в скобочках одно и так далее. Да, ну просто... Тут в чем проблема состоит, если, как бы, касаться этой проблематики, что единое, а в понятии единого есть вот это вот единение многого, да. Не может же быть единение одного, правильно? То есть, если есть некое единение, значит, есть множество. И, значит, тут развивается, что вот в этом едином есть какое-то множество, которое оно единит. А это изначально неправильная постановка вопроса, потому что единое вот это вот так, или то, что называют единым, это монолит. Это в буквальном смысле одно. Вот для этого можно просто понять, вот как это вот единое бытует, упарменит. Он же, как бы, когда рассуждает, он говорит о том, что вот сущее с сущим сплачивается, и вот возникает некое одно сущее, да. Он же не имеет в виду, что это одно сущее, оно как бы вот так вот разделено между собой на многие сущее. Он имеет в виду, что есть одно бытие. Вот уже вот для него бытие как раз вот не различалось. Вот мы говорили, что бытие различается по интенсивности. Есть бытие животных, есть бытие растений, там, бытие людей. А у него оно не различается. У него вот бытие, как вот некое действие быть, да, вот действие существования. Существование же глаголом выражается, да, вот как вот это продолжающее существование, как действие существования, оно одно для всех. И вот в этом смысле этого бытия, который должен пониматься как глагол, как быть, да, как инфинитив глагола быть, то оно одно, как монолит. Вот буквально в смысле там никаких различий вообще нет, просто монолит и все. Вот в этом смысле этого монолита как раз это вот это вот, ахайна, оно и должно пониматься. поэтому когда мы говорим единое переводить так можно, но мы должны понимать смысл, что здесь не имеет смысл уединения смысл того, что объединено много потому что если этот смысл есть, то тогда получается что-то единое представляет собой некое множество, которое внутри себя объединено, что ли, или что это такое нет, оно просто буквально в смысле есть некий монолит одно и там нет никакого различия никакого уединения нет и оно служит принципом принципом вот этого одного для всего остального потому что все остальное отдельное, оно есть некое всегда одно одно чайник одно кружка, все одно один человек одно мир одно, вот к чему не прикоснись каждое отдельное сущее, оно и есть одно и просто одно лежит в основании всего, поскольку все в том или ином значении, если оно отделенное оно и есть одно, и даже многое невозможно без того, чтобы каждый отдельный член этого многого был бы одним И даже само многое есть тоже некое одно и так далее. То есть одно является неким принципом, который просто все пронизывает. И поэтому мы доходили до того, что даже считали, что это одно не является числом. Число начинается с двух. То есть одно не число, число начинается с два, три и так далее. Вот это вот древнее античное понимание числа. У Пифагориицев, у Платона, у Истотеля. То есть одно – это некий принцип. Но тут возникает проблема. Является ли этот принцип благом? По идее, он должен быть как высший принцип благом. Потому что все высшее должно быть благом, должно быть целью. Что значит благом? В том смысле, что к нему применяется предикат того, к чему все стремится. Оно не может быть этим, потому что не стремится все к тому, чтобы быть одним. Это же не так. Все по факту является одним. Но нет такого стремления, чтобы стать индивидуальным, чтобы стать одним. Такого же нет. Поэтому здесь как-то странная какая-то вещь. У него платоников здесь вот… Они же на самом деле двигаются буквально в смысле от текста Платона по имени. Там есть гипотезы различные, полагания. Одного и многого там. Одного и иного там. Там разбирается их диалектика какая. Вот они эту диалектику разрабатывали, поставили вот на вершину вот это одно. Но оно, это одно, нельзя его считать благом, и поэтому какая-то вот у них система странная. Причем как бы об этом одном говорится, как о неком там еще непознаваемом, да, там, неименуемом, там, даже несущем и прочее, прочее. Тут еще как раз вот возникает проблема познаваемости-непознаваемости вот этого блага. Познаваемости-непознаваемости вот этого абсолюта, который стоит на вершине. Ну, это вот фундаментальная тема. Вот мы на сайте сейчас пытаемся как бы это обсуждать. Но сам факт состоит, что вот есть некий методологический принцип, что ничего непознаваемого не существует. Но имеется в виду не непознаваемое, допустим, то в смысле, что мы сейчас чего-то там не познали, да, а в будущем познаем. Конечно, такое просто сейчас не существует в смысле возможности, но в будущем оно станет существовать в смысле уже действительности. Оно является несуществующим только в возможности. Но фактически оно как бы является существующим, потому что такая потенция, что мы его когда-нибудь познаем, она есть. А вот имеется в виду то, что принципиально никогда познавия не будет поздно, вот как вот у Канта, вот есть вещи в себе, да, но эти вещи в себе никогда познать не сможем. Почему? Если мы их познать не сможем, то в буквальном смысле они и не существуют. То, что мы не можем познать, для нас не существует никак. Потому что все, что существует, существует для некоторого сознания или для некоторого субъекта. То есть существование обязательно существует в этом различении субъект-объекта. Мы не можем говорить о каком-то существовании, отрывая, допустим, объект от субъекта и не показывает, каким образом существует доступ к этому объекту. Если буквально в смысле к объекту нет никакого доступа, то он просто непознаваем. То есть его просто не существует. Поэтому в каком-то отношении непознаваемое это просто сегодня не существует. Но с другой стороны, если вещь непознаваемая, это не значит, что к ней обязательно нет никакого доступа. Представь себе, у тебя есть доступ к чему-то, но познать ты его при этом не можешь. Откуда такая самоуверенность, познавательная самоуверенность, что имея к чему-то доступ, мы обязательно рано или поздно, или сразу, или по прошественной времени что-то узнаем. Ты имеешь в виду что? Ты имеешь в виду что где-то сейчас какая-то есть система звездная, которую мы не знаем, и мы однажды не знаем? Нет, я не имею в виду, вот здесь вот сейчас есть нечто, дыра, ты доступ к ней не имеешь, но ничего про нее сказать не можешь, но имеешь ее, зияние какое-нибудь. Так если есть доступ к ней, то ее означает? Нет, в том-то и дело, я не могу понять, с чего так решили, что наличие доступа автоматически означает познаваемость. Ведь познаваемость это не просто имение отношений, это определенные отношения, отношения познания, отношения субъекта и объекта. Это результат познания, который укладывается в знания. А не может ли быть так, что мы, допустим, чем-то вступаем в отношения, но они в качестве знания никакого не откладываются? Никакого результата мы не получаем, результат саморазрушается в процессе этого отношения. Нет, ты понимаешь под знанием только выраженное в некотором языке, как бы, знание, которое... В языке, но ставшее, что-то как бы, что мы можем... Если ты просто что-то видишь и даже еще ничего сказать не можешь, то это уже познание. Даже просто непосредственное видение есть познание. Ну, это тогда разумали какие-то границы. Ну, как, есть понятие, допустим, у деделя есть непосредственное знание, когда ты просто смотришь, вот это чувство недостоверности, ты просто видишь, ты пытаешься как бы это, вот то, что ты видишь, сделать знание, но каждый раз оказывается, что ты не можешь его присвоить, так как оно есть на самом деле, да, в своей единичности. Каждый раз становится всеобщим. Но, тем не менее, непосредственность данного, она же есть, ты же его знаешь, тут непосредственность. Это не похоже на переживание. А переживание, допустим. Подожди, вот переживание. Нечто ты переживаешь. Ты, может быть, не знаешь слово, и как это переживание можно будет описать. И даже не понимаешь, что тут можно знать, что можно знать в переживании. Но само переживание-то есть определенного рода знание. Само вот непосредственное знание. Нельзя все знание сводить только к знанию, которое присваивается нами в виде мышления, или некоторого мысленного знания, или некоторого языкового знания. Есть знание, которое является непосредственным, даже если мы не знаем, как к нему поступить с помощью вот этих методов мышления и прочего, но мы просто на него смотрим или мы его переживаем, и этого достаточно. Значит, это нечто есть, если, например, я переживаю нечто, то само переживание есть свидетель того, что это нечто есть. Это верно. И, значит, я уже нахожусь на пути познания этого нечто. И, конечно, не познание в смысле того, что я сразу все познал. Нет, ну вот и речь о том, что бывают такие вещи, о которых мы можем сказать, ну, вслед за Гидерем, опять же, вот, только то, что они есть. Это единственное знание, которое мы получаем, то есть, которое мы можем удержать, которое мы можем высказать, опять же. Правильно. Я согласен с тем, на самом деле, что много есть чего такого, что так и остается в непосредственности знания. И это что означает? Но оно все равно знание. Это означает, что вот можно было бы себе представить, как бы, мир знания, и вот он, и пока вот мы про эти вещи забываем, он замкнутый. Замкнутый. А вот такого рода события, встречи, отношения, они размыкают этот мир знаний. И он становится вот таким разум кто-то. Так что ли? Ну, тут, видишь, тут еще более серьезная проблема. Все наше знание, которое является знанием опосредованным, которое является, условно говоря, присвоенным знанием, которое является знанием, которым субъект владеет, оно же является знанием только если есть привязка к внешнему восприятию. Потому что, ну, вот это можно понять, допустим, на простом примере того, что такое определение. Невозможно дать определение, на самом деле. Ты каждый раз будешь, вот как Слава Русланин, да, там, ты будешь каждый раз одно через другое определить. Мой комментарий был к чему? Наверняка, там, в своих обсуждениях скатывается до того, что просто и непосредственно не существует у вас. Вот. Что существует только то, что познаваемо, и познаваемо в таком, в смысле знаний. Это у меня такое подозрение ошибочное. Нет, ну я говорю, что я просто считаю, что если есть доступ – это начало знаний. Просто если сначала знаний есть непосредственное как в доступе, а дальше уже как получится. Иногда не получается, может быть, и никогда не получится перейти вот к знанию абстрактному. Но это не делает само то, что нам доступно, как бы, непознаваемо. Потому что, может быть, сам объект таков, что он не может быть выражен, в принципе, в абстрактном знании. Просто он должен быть выражен по-другому. Почему, как бы, обязательно все должно подчиняться нашим абстрактным знаниям? Нет, но почему все это надо называть «познаванием», вот вопрос. Нет, просто тут как раз вопрос о другом. Почему как бы, не почему это надо называть познаванием, а вопрос, почему мы говорим о том, что нечто может быть непознаваемым. Тут вопрос не в том, что познаваемо, а вопрос в том, что непознаваемо. Понимаешь, что такое непознаваемое? Это то, к чему никакого вообще доступа даже нет. Ну это опять же в твоей терминалузе, у меня она не нравится. Потому что познавательным становится любое взаимоотношение, с чем бы это ни было. Вот в любое отношение, вступая с чем-то, оно у тебя автоматически познавательно. Вот что у тебя получается. Мне это не нравится. Но это как бы классическая постановка вопроса. Классическая постановка вопроса, все есть знания. Вообще все. Смотришь знания, музыку слушаешь, это знания переживаешь, все это знания. Просто разные виды знаний. Есть знания непосредственные, есть чувственные знания, есть знания абстрактные и прочее. И искусство это знания, и этика это знания. Это как бы парадигма, просто классический философия. Но это же в некотором отношении вопрос о словах. Ну ладно, да. Правильно? Допустим, я согласен с тобой, что это не является знанием как знание научное. Получается странно, есть научное знание, которое выражено абстрактным. А есть какое-то знание, допустим, в виде переживания, да, и как их сопоставить? Нет, ну оно вообще не является знанием в том плане, что знание, по своей даже грамматической структуре, знание, это существительное. Это что-то как бы стоящее, что-то наличествующее. Что-то, что существует, что можно положить в карман и так далее. Нет, я так не согласен. Это как, знание почти как предмет, понимаешь, знание, существительное это. Это не процесс какой-то, это не взаимоотношение какое-то мимолетное, да, это не контакт, это знание, вот оно есть. Это как учебник, там, не знаю, книга, вот это знание. Книга, это... А почему знание не понимать как глагол, как знать? Ну, а вот это... Я знаю, допустим, ты спрашиваешь, а ты это знаешь о чем-нибудь? Ты говоришь, я знаю. Я не спрашиваю, что такое ты знаешь? Понимаешь? Глагол-то это был бы глаголом уже, это другое. Нет, ну правильно, так я же когда говорю про переживание. Допустим, что такое ревность? Ты знаешь, ты говоришь, я знаю, а что такое ревность? Мы же не начнём сейчас определять и давать как бы развернутое определение. Ревенность это вот такое, другое, третье. Ты понимаешь, что это такое? Я понимаю, что это такое. И достаточно того, что ты это знаешь, что ты ее переживал, допустим. В принципе, знаешь, что это такое. И каждый раз так, по любому поводу. Но в науке так нельзя. В науке надо будет развернуть какое-то определение, надо будет какие-то абстрактные конструкции указать, что-то там предъявить. А в опыте жизненном этого не надо. Ты говоришь, я знаю, даже если это касается того, что может быть и трудно тебе определить. Тебе спросят определить это. А ты скажешь, что я не знаю, что это. Я не смогу определить. Очень много людей, которые знают, например, нечто, а определить никак не могут. И что же теперь получается? Они, получается, не знают, что ли? Чтобы знание было существительным, не обязательно даже его в смысле определения строить. Это просто должно быть что-то стоящее. Что-то устойчивое. Смотри, я вот этот вопрос важен. Просто я тут вижу следующую вещь. Допустим, мы с тобой физику знаем, мы с тобой философию знаем. И в каком-то отношении мы можем говорить о знании, как отчет устоявшимся. И мне как-то отчет, что есть между нами нечто общее. Что я могу тебе передать, ты можешь мне передать и прочее. И что мы другим людям можем передать. А представим, на самом деле, что есть какой-нибудь человек, который не знает этой науки. Не знает в том смысле, как она есть, как общая. И он просто все эти вещи знает как-то интуитивно. Он просто это тоже самое знает, но интуитивно. Он не может войти в определение, он не может предъявить какие-то общие конструкции. Он просто не знает, в школьном смысле он это знание не знает, но в интуитивном смысле он все это знает. Точно так же. Он говорит какими-то своими словами, придумал какие-то свои термины, может быть, и прочее. А может и терминах даже нет. Понимаешь, бабушка какая-нибудь ходит, молится. Ты, может, ее спросишь, она катехизис считала, понимает ли она, кто есть Бог и прочее. Она, может быть, даже и не понимает. И ничего не знает. В этом смысле, да? Но она знает в каком-то другом интуитивном внутреннем смысле, в смысле своих переживаний. У нее переживания как-то упорядочены, а в этих смыслах этих переживаний она знает, о чем идет речь. Что такое Бог, что такое религия и прочее. Что такое добро и зло, ты спроси у нее определение. Она не знает определение. Но это скажет она добро, а она это скажет на зло. Я как раз не про определение говорю, а про порядок. Ты сам сказал упорядоченный. Вот эта упорядоченность, это стоящесть, Это наличие структуры какой-то? Нет, структуры может быть нету. В том смысле, что ты его спросишь, в чем структура, она тебе не скажет. Нет, она может и не сказать. Да, но конкретный случай, если что-нибудь случится, она скажет, это зло, а это добро. Как она определяет это, если у нее нет никакой внутренней системы? У нас есть система, потому что... И вообще, зачем возникла система? Допустим, наука зачем возникла? Чтобы можно было будущим поколениям передать, чтобы можно было общаться. Если у меня будут свои термины, у тебя будут свои термины, если я буду на своем интуитивном языке жить, а ты на своем, мы никогда не сможем договориться. Нам надо договориться, и мы раздавим то, что называется наукой. Нечто в общем. Хорошо, по-другому скажу. Знание, в отличие от переживания, познавательного переживания, даже если хочешь, знание сохраняется во времени. Это вневременная вещь. Не обязательно. Не обязательно. У Гегеля это именно так. Я согласен, Гегель именно так и трактует, но я с этим не согласен. Я считаю, что чувственное знание, непосредственное переживание, точно такое же знание, даже если оно во времени, как бы вот мимолетно. А в чем его знание его себе? В знание его себе состоит в том, что у тебя есть к этому доступ. Вот допустим, вот что такое радость? Вот мы сейчас сидим, мы так примерно по абстракту знаем, что такое радость, и можем даже примерно описывать, что это такое. Но в некотором отношении мы радость только тогда знаем, когда мы переживаем радость. Мы переживаем радость, и ты себя спрашиваешь, что это радость? И ты говоришь, да, это радость. И что? Ты радость знаешь, но она переживательная. Ну ты дал ему слово, да, там много что о нем можешь сказать. Ну и что? А сама-то радость, что это такое? И ты ничего не сможешь... Допустим, пролетел инопланетянин, которому такое чувство недоступно. Ты ему никогда не сможешь объяснить. Ну ладно, ну поезжаем. И у тебя, Аня. Нет, мы поселились благодаря тебе. Нет, ну на самом деле. Ты, может быть, ему сможешь объяснить, может быть, знание в смысле физики, да, вот. Может быть, сможешь объяснить. А в смысле радости нет. Если ему недоступно такое чувство, то ничего будет. Это будет просто никак. Никогда. Ни о чем. Или слепому человеку объяснить, что такое цвет. Ну невозможно это сделать. Ну невозможно. Поэтому это знание, оно вот такое хитрое, да, оно непосредственное. И тут ничего не сделаешь. Причем я бы более того даже скажу, что вот это знание, которое мы кичим сюда в качестве науки, оно все опирается на вот это вот непосредственное знание, на интуитивное. Ну хорошо, будем это тоже называть знанием. Не, ну я согласен, что может быть термин неудачный, но просто вопроса ведь касается познавания. А для познавания именно важен вот этот доступ. Если доступ есть, значит это нечто, ну хоть в переживательном смысле, но познаваемое. И уже что-то как бы у тебя есть. Я просто почему апомирую к такому использованию терминов, потому что оно не высвечивает специфики вот именно классической вот этой немецкой философии, которая под знание понимала сугубо научное знание, насколько я не... А чувственное знание это что такое? А разве там есть такое? А он деньги или чувственное знание? Чувственная достоверность, у него нигде нет чувственного знания. Вот смотри, что она знает, а ничего, всеобщую истину, это есть и все. Ну есть у него понятие и вещи, тоже чувственное знание, только всеобщее, всеобщее чувственное знание. Чувственность может быть и всеобщей. Ну ладно, действительно, этот разговор, фактически, во многом действительно терминологический разговор. То, к чему нет доступа, а никакого доступа его нет. Его нет никак. И бесполезно тут придумывать слова, потому что оно просто одно, непознаваемое, и все. И ничего сказать о нем нельзя. А то, что мы хотя бы какой-то доступ имеем, то на самом деле, хотя бы в этом первичном смысле, в смысле переживания, оно и присутствует. Но оно есть. Каким-то образом, поскольку мы имеем к нему доступ, то вот в этом расширено в смысле знаний. Можно сказать, что мы его знаем. И поэтому нельзя понимать, вот одно, у неоплатоников, возвращаясь, если к ним, нельзя понимать, что оно во вторичном смысле непознаваемое, что к нему вообще никакого доступа нет. Ему есть доступ. Если мы о нем говорим, да, если мы говорим, что это принцип, если мы говорим, что это первооснова бытия, если мы говорим о том, что из него все изливается, и вся иерархия, вот эта вот, плеромы там возникает и прочее, можно, мы же очень много о нем говорим. Значит, нельзя сказать, что оно непознаваемое. То есть, даже о Боге, да, вот тут интересный разговор уже возникает. Можно было бы сказать, что Бог транседентен? Ну и многие же, вот, богословы так говорят, тут есть же, это богословие Деониси Айпагита, о мистическом богословии, где он буквально в смысле говорит, что о Боге, по фатическому богословию известно, да, что о Боге ничего нельзя сказать, только можно вот это, что ближе всего к Богу мы подходим, когда отрицаем конечное определение. То есть, мы начинаем отрицать конечное определение, отрицать, отрицать, и вроде как подходим Богу. Но на самом деле, если бы мы не знали Бога каким-то другим способом, то все эти отрицания, это было бы пустой игрой. То есть, на самом деле, получается так, что Деониси Айпагита имеет в виду, что мы как-то каким-то образом ухватываем Бога, интуитивно, каким-то образом, да, вот не тем знанием, да, вот, которое выражено в предикатах, а как-то по-другому. И вот этому сущему, да, уже приписываем, мы как бы пытаемся приписать ему предикаты, но понимаем, что вот наш язык, да, вот наш способ предицирования, то есть, тот способ знания, который нам доступен, он просто неадекватен самому, самому сущности, к которой мы просто предицируем эти предикаты. Мы говорим о том, что он существует, но на самом деле термин существования, да, или термин, допустим, сущий, это же термин человеческий, и он понимается нами конечным образом. И поэтому это не тот термин сущий, да, или не тот термин существования, который мы ему должны были бы предицировать. Как мы говорили, есть существование камня и существование человека, разное существование. А существование абсолютно, оно еще совсем другое. И так с каждым определением. То есть каждое определение, когда мы продюсируем, то возникает вот эта неадекватность просто самого описания, или самой возможности схватить это непосредственное нечто, что мы знаем непосредственно, в виде вот этого абстрактного какого-то знания. Мы не можем в этом смысле знать Бога, знания уже в классическом смысле слова, как знания в виде абстрактной системы. Вот так вот рассуждают, как надо было понимать, если не считать, что Деонид Сириападит логическую ошибку совершает, что он говорит о непознаваемом, как будто бы оно познаваемо. Понятное дело, что он такой логическую ошибку не совершает, он просто имеет в виду, что доступ к Богу есть, но этот доступ на самом деле не через умственные построения, он другой просто, он какой-то мистический образ, он потом и называется мистическим в ГЭС-слове, то есть другой способ. То есть к Богу мы должны восходить другим способом. На самом деле точно так же у неоплатоников восхождение к этому одному, оно происходит не через ум, оно происходит каким-то непосредственным, каким-то другим способом, оно как-то через переживание внутреннее. То есть он каким-то образом, мистическим образом воспаряет к этому одному. То есть сам Плотин воспарял к этому одному, к этому единому за всю свою жизнь там несколько считанные разы. Да, вот он туда вот уходил. Это просто особый мистический опыт. Мы тут в кулуарах обсуждали продолжение темы. У нас все самые важные обсуждения происходят в кулуарах. По поводу доступа, да? Да, на самом деле само понятие доступа в каком-то отношении лукаво. Не лукаво, а лукаво. Похоже на то, что понимается физики как локальность, как локальность взаимодействия. То есть физики точно так же. Если что-то лежит за пределами нашего взаимодействия, то ее как бы и не существует. То есть обязательно должен быть способ указывать, каким образом мы можем, допустим, свет туда послать, сигнал какой-нибудь. То есть нам нужно, вот на это все строится, вся специальная теоретно-относительница строится на том, что мы обязательно с помощью каких-то сигналов должны получить ответ. То есть мы измеряем расстояние с помощью этих сигналов, все измеряем с помощью этого. То есть в принципе физика, в смысле электродинамики, она должна быть локальной. То есть ничего не может быть нелокального. И в этом состоит переход от классической физики к неклассической, насколько я понимаю. И в философии точно так же. Можно говорить о том, что доступ, это вот некая локальная характеристика, с помощью которой философия указывает, на самом деле, что если мы что-то говорим, говорим о каком-то объекте, который никак не доступен, то это просто имеет в виду, что нету такого вот взаимодействия, такого светового луча, в философском смысле, который можно было послать, на самом деле, выяснить информацию. И тем самым что-то о нем сказать. Поэтому, если кто-то выражается в том смысле, что нечто недоступное каким-то образом существует, то он просто нарушает эту локальность, впадает в такое противоречие. Это с одной стороны. С другой стороны, в физике существуют проблемы нелокальности. Например, парадокс Эйнштейна-Подольского розвина, где вроде две разлетающие частицы, которые на начале были в одном состоянии, имели какой-то общий спин определенный. На самом деле, система сохраняет этот общий спин, независимо от того, что уже вроде в нашем понимании, на огромном состоянии, почти на бесконечном, вроде взаимодействия быть не может, потому что для этого потребуется бесконечное время. То есть, совершается, тем не менее, они друг другу что-то знают. То есть, и в физике есть проблемы нелокальности. И точно так же, может быть, и в философии такую проблему можно поставить, конечно, наверное. То есть, можно подумать о том, каким образом у человека тоже есть определенного рода нелокальность. Например, в смысле Канта. Ведь в смысле Канта мы не знаем, наша душа представляет свою вещь в себе, и мы о своей душе, то есть о самом себе не можем знать. Но мы-то существуем. То есть, мы сами себя удостоверяем, что мы есть. Но мы о себе не можем знать, да, вот в каком-то таком смысле, что мы сами для себя являемся вещью в себе. То есть, и та же проблема нелокальности, как это возникает, да. Причем эту проблему нелокальности Гегель-то решил очень просто. Он сказал просто, что такого быть не может, да, что для нас душа является самым очевидным, да, самым ясным, как бы, и полностью познанным, да, и просто эту проблему снял. То есть, он даже обсуждать ее не стал. Хотя здесь можно что обсуждать. Почему? Потому что, допустим, в постклассической классике возникает понятие бессознательного. А кто свидетельствует о бессознательном, когда я в бессознательном состоянии? То есть, понятное дело, что тело мое как-то может быть кто-то свидетельствует. Но если у меня нет сознания, да, и я сам в своем сознании никак свидетельствовать не могу, я нахожусь в каком-то таком состоянии странном, да, как будто бы меня нет, получается, что ли, если нет свидетеля, да, если вот в этом смысле локальности некому засвидетельствовать, некому как бы вот найти это... Нет такого способа доступа, да, вот к чему-то там, что называется я, то получается, что меня нету, как бы, что ли. Так? Надо это так обсуждать? Ну, мы как бы вот интуитивно понимаем, что тут что-то вроде есть какая-то проблема, да. Не все так просто. Да. И причем это бессознательное, оно вообще как бы вошло даже в науку теперь, да и в науку постоянно используется. Ну, мы же бессознательно и засвидетельствовать никак не можем. Но мы можем засвидетельствовать только то, что это бессознательное присутствие. Мы, например, в наших каких-то поступках, да, вдруг обнаруживаем нечто, что не является нашим намерением, да, а что мы как бы вот отсылаем к некому другому намерению, которое мы можем его назвать там более бессознательным, ну так, условно. То есть я так же, как можно было бы говорить о каких-то, если бы, если мы рассуждаем уже о более другой сфере, да, например, богословской сфере, что вот в мире мы можем тоже какие-то следы обнаруживать, да, чего-то нам непонятно, да, вот. Мы говорили когда-то о чуде, не знаю, возможно ли чудо или невозможно, но какого-то рода странности как бы в мире присутствуют. И можно было эти странности тоже рассматривать как следы чего-то, что было, да, к чему был доступ, а потом как бы, что как бы включилось однажды, а потом исчезло. То есть его уже сейчас нет, есть какой-то только след. На основании этого следа я могу, конечно, что-то там сказать, но доступа к источнику этого следа никакого нет. Более того еще, даже есть же и проблемы еще и с доступом, связанные как взаимоотношения между двумя людьми. То есть человек может просто закрыть к себе доступ. Зачем, если мы не просто... Конечно, когда мы говорим о Боге, то на самом деле понятно, что из-за того, что мы в неравном отношении находимся с Абсолютом, Абсолют всегда может... Абсолют о нас может знать все, ну, это как вот говорится в богословии, что Бог читает сердце, как бы, да, и все знает о нас. А мы, конечно же, о нем не можем знать все. Получается, что из-за неравности отношения Абсолют может, когда захочет, выступать в откровении, то есть выступать с нами, давать доступ к себе, да, как будто и в наших, вот сейчас, вот, нынешних выражений. А потом как бы отключаться, то есть отключать этот доступ. То есть он в этом... Он находится... У него есть такая воля, он может это осуществить. Да, ну, здесь, на самом деле, ситуация похожа на бессознательное, которое ты упомянул. Почему? Потому что понятие доступа укоренено в метафизике активного субъекта. Субъект активен, и он получает к чему-то доступ. Но, возможно, ситуация, и мы в жизни с таким сталкиваемся, что мы к чему-то не имеем доступа, но что-то к нам имеет доступ. Вот так как бы... Несимметричная ситуация. Несимметричная ситуация. То есть она несимметрична, даже наоборот. Мы привыкли мыслить несимметрично, но в одну сторону. Вот, может быть, симметричный доступ, да, а может быть, вот такой асимметричный антидоус. Да, но нечто, как бы у нас всегда открыто. Вот бессознательное, допустим, оно имеет к нам доступ, влияет на наши действия, но мы к нему доступа не имеем. И мы, конечно, всячески хотим, чтобы его не было. И, может быть, вот сам посыл, вот это утверждение, состоящего в том, что если почему-то у нас нет доступа, значит его нет, это наша воля к власти. Да, именно так. Причем, как бы, что интересно, что тут про открытость мира, что мир открыт, это что означает? Это означает, что он как бы выложил, предложил себя, и мы имеем к нему непосредственный доступ. Мир открыт, это означает, что он доступен. С человеком тоже так же может открытым быть, а может быть закрытым. А может быть, в мире есть такие сущности, которые могут себя иногда открывать, иногда себя закрывать. То есть, не все так просто. То есть, на самом деле, здесь действительно есть сложная игра, возможно. Потому что, если мы берем какое-то простое определение, а говорим о непознаваемости, то мы упрощаем, на самом деле, картину, конечно. Потому что, действительно, здесь даже просто в обыкновенном отношении людей возникает доступен, недоступен, иногда доступен, иногда недоступен, вообще никогда недоступен, полностью всегда доступен и прочее. Или, допустим, можно же обманывать в доступе, как будто бы открывать доступ. Ведь, как говорил Ницше, разговор это есть способ молчать о самом себе. То есть, можно вроде доступ открыть, а на самом деле, фактически его, наоборот, закрыть. То есть, как бы укрываться в этом разговоре, или укрываться в своих произведениях, или укрываться в своем внешнем виде и так далее. То есть, можно скрывать, мимикрировать и прочее. То есть, с точки зрения многообразия мира, да, вот здесь, как бы, понятие доступ, оно является, конечно, упрощающим. Ну, как любое знание и любое определение, оно должно что-то как-то упростить, для того, чтобы вообще дальше работать. И мы тут тоже, когда говорили о доступе, естественно, конечно, картину мира упростили. Потому что картина мира может быть сложнее. То есть, может так случиться, что что-то было недоступно-недоступно, и оно было бы непознаваемо, в принципе. Да, и не было никакого, ну, как бы, в моменте не было никакого возможности, что когда-нибудь откроется к ней доступ. И потом этот доступ открылся. Как вот считать это? Считать ли это, что когда-то все это, уже заранее в нем потенциально был этот доступ открыт? Или как тут быть? Да. Иными словами, различие между временно недоступным, еще недостигнутым, то, до чего мы еще не докопались, не дотянулись рукой, и принципиально недоступным – это различие чисто теоретическое. Чтобы это различие стало фактически, то, что временно доступное, оно должно стать уже доступным. Вот, в буквальном смысле. То, до чего мы пока не дотянулись, вот как только мы дотянулись, мы выявили его, как в прошлом бывшие временно недоступны. И немножко, так сказать, отодвинули границу. То есть, вот это развлечение, оно абсолютно недоступное и относительно недоступное, оно абстрактно. Вот что я хочу сказать. Еще ты правильно как бы заметил про активность субъекта. Тут вот вся философия, вся немецкая философия, вся, можно сказать, классическая философия, она именно говорит об активном субъекте. То есть, субъект не просто как бы все ему открыто, а он еще как бы домогается. Да. Ручки тянет свои. Воля к власти, да. Вот как Нитша говорил, что вот все, как воля к власти. Да, он пытается, если что-то пытается от него скрыться, да, если природа пытается как-то утаиться, он там ее режет, пилит, там, да, эксперименты на ней ставит. То есть, он на самом деле ее домогается, да, он ее пытается все вот раскрыть как бы тайны природы, да, как бы все выявить. К всему все вывести на свет, да, к всему вот обнаружить доступ. Собственно, как бы вот эта проблема доступа, она вот такая фундаментальная, она как бы лежит в некотором отношении в менталитете и европейской философии, и науке, которая является ее наследницей. Но не может позволить чему-то, что не находится в сфере его доступа, позволить этому быть. Потому что это означало бы смирение от воли, позволить как бы ему остаться быть недоступным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...